Привет! После моей пайпеи с 3D принтером наконец-то могу продолжить постройку турбы. Сегодня будем делать спектромовскую раскладку для клавиатуры. Простор для экспериментов в этот раз довольно большой и клавиши можно не жалеть. Да, в процессе постройки верхней части корпуса я запорол контроллер клавиатуры и на барахолках кое-как нашёл почти такую же. Благо, что внутренка у них одинаковая и отличаются они только исполнением корпуса. Итак, перед нанесением надписей нам сначала необходимо избавиться от старых. Можно попробовать убрать их шлифовкой, но тогда вместе с текстом пропадёт и текстура клавиш, которую хотелось бы сохранить. Поэтому сначала попробуем удалить их химическим способом. Для теста возьмём несколько разных растворителей, среди которых галоши, войд спирит, 646, 647 и ацетон. Посмотрим, кто из них сумеет деликатнее удалить краску, при этом не проведи поверхность клавиши. Начнём пожалуй с менее вонючих кандидатов, галоши и white spirit. White spirit не оказал вообще никакого влияния на лак и краску. Клавиша стала чуть светлее, но не более того. Безрезультатно сработала и галоша. Берём более тяжёлую артиллерию и пробуем 646-й растворитель. Впрочем, от него тоже толку оказалось немного. На очереди 647-й. Этот растворитель начал размягчать пластик, чего в общем-то я от него не ожидал, но надписи остались на месте и сдавать свои позиции не планируют. И последний участник – ацетон. Его действие на пластик было вполне предсказуемым, пластик начал таять, а лаку всё нипочём. Ммм, да, я, конечно, рассчитывал немного на другой результат. Ладно, протестируем несколько методов из интернета. Попробуем оставить клавиши на некоторое время в white spirit, средстве для прочистки труб и тормозной жидкости. Если верить интернету, то они должны справиться со снятием лакокрасочного покрытия с пластиком. И спустя пару часов проверим наших подопытных. White spirit абсолютно не оказал никакого влияния на краску. Впрочем, как и средства для труб. А вот клавиша в тормозухе начала растворяться, при этом лак с надписью остался целым и невредимым. Всё это очень печально. Значит, переходим к самому топорному варианту, механическому удалению. Сначала я пройдусь гравером, чтобы снять лаки через краски, а финишную обработку выполню наждачной лентой. Ну вот, букв как будто и не было. Правда, текстура с поверхности клавиш тоже ушла, да и чёрт с ней. Отправляем колпачки на мойку и процедуру отбеливания. На эту тему я уже делал отдельное видео, и кому интересно, ссылка будет в углу экрана. А в это время займёмся подготовкой к нанесению новых надписей. У меня было несколько путей решения задачи. Из очевидных вариантов это сублимация, химический перенос бумаги на клавишу с помощью ацетона и нанесение лазером. Сублимация – это технология термопереноса принта, которые делают печать на кружках и футболках. От этого варианта я отказался, так как надо будет искать, где распечатать специальной краской и думать, чем выполнить термоперенос. Да и контрастность таких надписей была бы не самая лучшая. Химический перенос казался самым простым и быстрым вариантом. Но я прикинул, сколько времени надо будет возиться с ацетоном, чтобы перевести сотню надписей, и сразу как-то расхотелось. Вариант с гравировкой оказался наиболее оптимальным, хоть и не самым быстрым и чистым. Но решающим фактором стало то, что для этого варианта у меня уже всё есть, и не надо будет ничего искать и докупать. В роли красителя будет самый обычный тонер для лазерных принтеров. Перед нанесением нужно выполнить скальбровку гравера, подобрать оптимальные значения скорости и мощности лазера. Для этого я сделал тестовый шаблон на разные мощности лазера, который будет наноситься на разных скоростях. Сразу портить клавиши не будем, а в роли подопытного подойдёт кусок от стенки клавиатуры. Первый тест показал, что скорости явно недостаточно. Идёт большой перегрев поверхности, в связи с чем пластик излишне плавляется и происходит спекание тонера вне зоны работы лазера. Проведя ещё несколько тестов, были найдены оптимальные параметры, которые хорошо запекают тонер и при этом не слишком глубоко прожигают поверхность. Выдумывая дизайн принта не буду и просто возьму вот с этой клавиатуры. Я считаю, что у неё самое удобное и понятное расположение надписей. Сначала по размеру печатной области делаем базовый шаблон, а затем будем его изменять для каждой новой клавиши. Чтобы просить работу с позиционированием клавиши, я спроектировал вот такую стойку, на которую будем насаживать колпачки. Распечатываем и крепим на стол гравера. Для равномерного нанесения тонера на клавишу достаточно один раз макнуть её в ёмкость с самим тонером и стряхнуть излишки, либо наносить тонер куском губки. Обязательно выставляем фокус лазера и запускаем резак. Продолжение следует... Мне кажется, что это успех. Текст хорошо читается и не стирается даже ногтем. Берём всю кучу колпачков и запускаем конвейер. ПОДПИСМЕЙМЕР На гравировку всех клавиш у меня ушло примерно три с половиной вечера. Не хотел бы ещё раз заниматься этим грязным делом. Теперь нужно всё отмыть, да и самому не мешало бы отмыться от тонера. И только в этот момент вспомнил про дополнительные надписи на торцах клавиш. Для их нанесения распечатал другую стоечку, чтобы нужный торец выставить перпендикулярно лазеру. Теперь точно всё. Отправляем колпачки на финальную майку и... Твою же... Канал надо было назвать рукожоп. Я только что заметил, что клавиши имеют разную высоту в зависимости от ряда. Если поставить их в разные ряды, то получится какая-то ерунда. А я-то ещё думаю, почему фокус лазер разбивается. Ну и что теперь делать? Лень двигатель прогресса. Чтобы ускорить процесс печати, я изготовил стойку сразу на три клавиши. А торцевая стойка так вообще на четыре. Ну вот теперь точно всё. Для защиты клавиш от быстрого стирания покрою их тонким слоем лака. Я подумал, что глянец будет смотреться на клавишах не очень красиво. И для этой цели приобрел матовый акриловый лак. А чтобы не колхозить держатели и зубочистки спичек, распечатал вот такую хреньку. Кто-то ещё скажет, что 3D принтер дома не нужен. Для удобства нанесения первым делом покрою лаком клавиши без торцевых надписей. А потом и все остальные. Лак довольно быстро подсыхает. И уже через 15 минут можно аккуратно снимать клавиши и отправлять на окончательную сушку. Результат очень даже неплохой. Лак добавил принту контрастности и придал клавишу небольшой глянец. При этом сама клавиша не выглядит старой и затёртой. Не обошлось, конечно, и без косяков. Из-за хлипкой конструкции и программных люков грайвера кое-где появились артефакты. Немного портящий внешний вид. Но в целом это не выглядит браком и можно оставить и так. Теперь осталось дело за малым. Это навести марафет и, наконец-то, собрать всё воедино. И этим мы займёмся в следующей части. Спасибо всем, кто следит за проектом и за вашу поддержку. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok